Сегодня появилась информация, что вчера, вернее, даже вечером она появилась, что в Лужниках отменили концерт, посвященный аннексии Крыма, и он должен был состояться 18 марта. И вот как объясняют организаторы, поводом его не проводить стало то, что возможен какой-то теракт, и вот служба охраны об этом сообщила. Знаете, что вдруг случилось? В начале недели они анонсировали, что Путин в Крым поедет. Вот теперь даже концерт в центре Москвы боятся проводить. Ну, я думаю, что они, кстати, почти не врут. Только они слово неправильное говорят – теракт. Но они действительно опасаются того, что мы ударим беспилотниками по стадиону Лужники. А почему бы нам не ударить? Ну, если честно, в общем-то. Но если человек пришел праздновать оккупацию Крыма, то, значит, он точно легитимная военная цель в данной ситуации. Поэтому вполне можем ударить, я думаю. И они правильно делают, что отменяют такие мероприятия. Они просто называют словом теракт, а это не теракт, это просто удар в рамках обычной войны нашей, регулярной между Россией и Украиной. Ну и потом, к тому же, мне кажется, они заметили, что… Что бы они сделали в этих Лужниках? Те же самые певцы. Спели бы те же самые песни. Мы это уже знаем, правильно? Недавно столько пели, да? Совсем недавно. Проблема, да. Но когда ты раз в год, но еще туда-сюда. Но когда ты пел на 23 февраля, а теперь ты еще в марте поешь все те же песни и все те же люди, у них же нет других песен. Нет, ну там Газманов собирал целый какой-то там сборник песен, да, патриотических, получил. Я помню, на это какие-то фантастические миллионы даже. Да, но петь-то на публике он будет то же самое, что он пел. Он же, слушайте, он, конечно, молодой, но в 72 года новый репертуар-то быстро не учится. Это же запомнить вряд ли. Вот, поэтому это проблема. А вот насчет поездки, кстати, Путина в Крым, когда об этом объявили, я был удивлен. Просто как политтехнолог был удивлен. И до сих пор сильно сомневаюсь, что он поедет. Если он поедет, это большое изменение. Вот это настоящее изменение. Причем даже не важно, настоящий ли двойник, заметьте. Совершенно не важно. Почему не важно? Потому что важно не то, что мы сможем его уничтожить или не сможем, когда он будет в Крыму. Важно, что как только он пересчет границу Украины, он потеряет свой дипломатический статус Путин. Причем потеряет на совсем несмысленное время, когда он находится за границей. А так сегодня Путин не является легитимной военной целью для Украины. То есть когда Путин выступает в Лужниках, мы не можем в него стрелять. Это незаконно с точки зрения международного права. Потому что он политик, а не участник войны. Вот, например, убивать Собянина мы имеем право, потому что он уже пересекал границу, уже находился на фронте в военной форме. Поэтому он легитимная военная цель. Медведев легитимная военная цель. А вот Шойгу. А Путин нет, не является. Но как только пересечет границу, то на этом все. Он становится именно военным участником российской армии на войне против Украины. И мы имеем право его уничтожать. Именно поэтому, когда он ехал по мосту через Крым, вот когда показывали ему, как там мы взорвали мост, он же его так и не пересек, помните? Он ехал по мосту, это показали. Он спросил, а где поврежден мост? Ему сказали, а вот там на 9 километров впереди. И все на этом. То есть он ехал, ехал и никуда не доехал. До Крыма-то он не доехал, получается. Но вот если бы президент РФ сейчас оказался в Крыму, его же обязаны были бы показать. То есть он бы не тайно должен был бы оказаться, правильно? А приехать в Крым. Показали бы, вот Путин посетил Крым. А так он через мост что, развернулся? Где? Там посредине разворота нет. Куда он делался-то? С моста. А он не поехал в Крым, потому что понимал, что это меняет его политический статус. И вот поэтому сейчас, мне кажется, странно, маловероятным, что он туда решится поехать. Редактор субтитров А.Семкин